Разговор сегодня предстоит важный, он будет посвящен нашему с вами настроению. Только 21% опрошенных считают, что тяжелые времена уже позади. Поводы для радости в сегодняшней нашей жизни начнем искать вместе с журналистом и диджеем Андреем Ждановым. Андрей Юрьевич, здравствуйте. В каком настроении вы пришли сегодня к нам? В хорошем настроении. Просто видите, в чем дело, я отношусь к понятию настроения буквально по буквам. Настроение – настрой. На что ты настроен, таково твое настроение. Например, если человек музыкальный, и он играет на гитаре, если гитара расстроена, он ее подкрутит. Если, предположим, играете на фортепиано, и фортепиано не строит, вызывают настройщика. То есть мы сами настройщики своего настроения, и вы сегодня настроены на позитив, на оптимизм. Сегодня да. Отлично. Ну а вот меня очень порадовало и подарило действительно хорошее настроение эфир при вашем участии в модном приговоре. Давайте посмотрим фрагмент. Андрей Жданов. 53 года. Журналист. Писатель. Разведен. Спустя 14 лет после развода занят с женой одним делом. Вместе пишут книгу о разводе. Сын втайне надеется на воссоединение семьи. Но осуществиться его планом мешает стиль отца. Такой же, как в молодости. Яркий, веселый и совершенно несерьезный. Наш герой сходил в магазин и готов продемонстрировать сейчас свой первый самостоятельный выбор. Андрей на подиум. АПЛОДИМИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙСКИЙ С Андреем работали стилисты, но он не видел результата их творчества. Очень волнуется за кулисами. Поддержим его. Выход аплодисментами. Андрей, ваш выход на подиум против вас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Неплохо, правда? Вообще серый мой самый любимый цвет. Нет, вам действительно идиот. К седине особенно. Скажите, пожалуйста, ну вот какой из двух комплектов вы бы мечтали взять с собой? Тот, что подобрали вы, или тот, что подобрали наши стили? А сейчас все внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей, 50 на 50. Теперь вы должны решить, что вы хотите взять в дар? То, что подобрали вы, или то, что подобрали стилисты? Ваше право. Оба. Надо выбирать только одно. Таково условие. Иван, выбираешь маму и... Выбираем маму! И комплекты стилистов. Я вас поздравляю от души. Теперь эти комплекты, новый образ. Вам дар от первого. Андрей Юрьевич, ну скажите честно, немножко подыграли формату программу. Мы-то знаем, что вы образец стиля, что вас менять не надо. Спасибо. Нет, не то, чтобы подыграл. Там условия этой программы в том, что сначала с тобой разговаривают специалисты, они вытаскивают правду, потом на основе этой правды пишется художественный рассказ, и я подписываю договор, что я работаю строго по сценарию. А, то есть художественный вымысел присутствует? Конечно. Есть замечательное слово «неформат». Мне кажется, что и вы об этом тоже говорили. Ваш образ личности подходит очень под это слово, под это определение. А вам нравится быть вот не таким, как все, особенным, выделяться? Или вы этого не замечаете? Нет, я не замечаю. Ну, видите, в чем дело «неформат»? Я первый раз столкнулся, когда начал работать на радиостанции. Я пришел со своими установками, и мне, например, сразу посоветовали, что не надо быть таким умным в эфире. Мы развлекательная радиостанция. Вот это я тогда услышал первый раз слово «неформат». То есть вы выделялись своим умом? Я был, как я есть, я не знаю, чем я выделялся. Вы не ощущаете этого. Ощущаете себя просто таким, какой вы есть, и получаете от этого радость. Вы знаете, вот я честно скажу, в чем я счастлив. В том, что до поры до времени я строго придерживался ориентации на мнение других. Я же был гордостью школы, круглым отличником. Это жуткая ответственность на ребенка падает, когда ты чья-то гордость. Только потому, что это было чье-то мнение, вы подходили под формат. Так бы вы не были отличником. Ну, я был очень смирным и хорошим подростком до поры до времени. Есть еще одно ваше выражение, с вашего позволения я приведу, процитирую его. Предприниматель, каковым вы являетесь, это человек, который не принимает мир как данность, а предпринимает личные усилия по пониманию мира и его улучшению. Мне кажется, что вот эта философия, она, в принципе, применима к любой профессии. Получается, согласно ей, человек может быть счастлив в любом месте, в принципе, занимаясь любым делом, понимая его смысл. Так получается? Вы живете по такому принципу? Вы знаете, надо очень хорошо чувствовать себя, потому что мне, к счастью, повезло в том отношении, что я большую часть своей жизни занимался любимым делом. Но я очень благодарен своим родителям, маме, предположим, что она научила меня любить и нелюбимую работу, которую просто нужно сделать. Вот это нужно сделать. Вы знаете, вот когда сейчас говорят трудные времена, ведь слово-то означает только одно. Времена такие, что надо вкладывать больше труда, чтобы достичь того же самого. Ну да, мы говорим, времена трудные, и многим приходится действительно вот то, о чем вы только что сказали, заниматься тем, чем бы не хотелось. Кстати, вот тоже и вы об этом же говорили. Не нужно перекантовываться, не нужно пережидать, нужно идти, заниматься тем, чем ты хочешь. Время, оно такое. Сегодня есть, завтра нет. Да, вы знаете, это определенная философия. Дело в том, что вот бывают люди, кто лишился работы, они начинают очень рассматривать, я за это берусь, это не берусь. А работа — это определенный процесс, понимаете? Вот это определенный процесс. Если ты выходишь из него, про тебя работа забывает. Вот, и поэтому я очень часто работал, ну понимаете, скажем, вы сказали, что да, я работал даже вот до сих пор дискотеки провожу, бывает такое. Но это ваше любимое занятие. Ну, конечно, я очень это люблю, и я немножко разбираюсь в этом. Но я, например, был дворником, лучшим дворником в микрорайоне. И делали это с любовью, убирали? Ну, я убирал так, что люди шли, все время хлопали меня по спине. Я был тогда школьником, потом студентиком, и они говорили, ну, пацан, вообще, красоту наводишь невероятную. Раз уж мы говорим о счастье, о хорошем настроении, по Чехову, да, человека делают счастливые внутри вещи, возможность путешествовать, любовь и любимая работа. Вот о возможности путешествовать. Сейчас кризис, на вас-то сказалось, вы стали меньше путешествовать. Я знаю, что вы любите путешествовать. Нет, не стал. Просто видите, в чем дело. Когда я понял, что надвигается, ну, скажем, кризис, в кавычках, я поблагодарил турагентство, я с ними до сих пор работаю, пользуюсь, но я купил машину и стал ездить сам. И, честно скажу, я проехал, ну, всю Норвегию, всю Белоруссию, предположим, недавно. Просто сейчас не решился доехать до Баку, а так бы... То есть, получается, все в наших руках, обстоятельства не преграда. Это мы можем посоветовать тем людям, кто вот из-за кризиса перестал ездить, да, из-за курса валюты. Вы знаете, дело в том, что я начал заново открывать Россию. Заново. Понимаете? То есть, я очень много это знал, считал, что пока есть возможность, ну, когда цены позволяли, доход позволял, конечно же, смотреть мир, потому что это часть меня. То есть, мне нужны впечатления, я без этого не могу. То есть, это часть меня. Я люблю путешествовать, потому что я не могу спать в самолете, потому что для меня перелет — это... Ну, я в небе, понимаете, как можно спать в небе? Понятно, понятно. Мы вас понимаем прекрасно. Ну, вот что счастье по Чехову мы знаем. Мы также знаем, что такое счастье по Дмитрию Трубину, который сегодня празднует юбилей, мы его поздравляем. Он был не так давно в этой студии и говорил о том, что счастливым может быть только человек, читающий книги. А вы с этим согласны? Я очень много читаю. Дело в том, что да, мне приходится писать, но откуда берутся буквы? Они берутся из чтения, понимаете? То есть, очень сложно писать, не читая. Да, я читаю очень много, и честно скажу, что для меня это работа, это труд. Посоветуйте нам, пожалуйста, что почитать, чтобы быть счастливее. Вот сейчас, понимаете, я работаю, для меня самое главное, потому что я руководитель предприятия, понимаете? Я в первую очередь генеральный директор. И мне для того, чтобы как-то лавировать, смотреть, мне приходится сейчас очень много читать книг по экономике. И, честно скажу, например, я недавно прочел, и многие удивляются, но для меня было открытие, я с огромным удовольствием прочел книгу Аристотеля «Политика», и у меня такое ощущение, что она написана лет 20 назад. То есть в точку, то есть актуально всегда. Ну, что и говорить. Вы кандидат педагогических наук и диджея, о чем мы уже говорили сегодня. Ваша диссертация называлась «Управление поведением масс-молодежи за счет использования музыки и темпоритма», да? Ну, если коротко, не говоря о манипуляциях, не говоря о пропаганде, действительно музыка может сделать нас счастливее? Вы знаете, здесь надо очень четко понимать, что такое счастье. Я об этом тоже писал. Понимаете, для меня в понятии счастья, то есть когда вы говорите, ощущение счастья. Понимаете, в слове «счастье» есть часть. Вот когда ты ощущаешь себя частью того, что ты есть, ты счастлив с тем человеком, с кем тебе хорошо, с тем делом хорошо. Понимаете, и музыка, она в самом деле управляет. Она может сделать счастливым, но музыка может и свести с ума. Как кандидата педагогических наук, не могу не задать вам вопрос о детях. Как вы считаете, дети сегодняшние счастливее или менее счастливы, чем дети прошлого века, допустим? Я заметил одну закономерность. Независимо от времен, если счастливой жизнью живут родители, их дети счастливы. Всегда. Потому что я, например, всегда желаю родителям, вот если я дарю свою книгу, я им желаю счастья. И подчеркиваю на определенной страничке именно эту фразу. Счастливого ребенка могут воспитать только счастливые родители. Андрей Юрьевич, я надеюсь, что родители наши услышали вас. Вас я благодарю за беседу. Была очень рада видеть вас в этой студии. Приходите к нам снова. Взаимно. Будьте счастливы. Спасибо большое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова